Пока на политической арене ведутся жаркие споры, кто кому друг, а кто враг, между подмосковным подойском и французским Сен-Цеприеном установились тесные культурно-спортивные взаимоотношения. Политика дружбе не мешает, тут другая философия. Здесь нужны огромные трудолюбия. Здесь надо уважение к старшему, к тренерскому составу. И вот это упорство, настойчивость, оно потом очень хорошо помогает в жизни. В Европе Франция считается страной номер один по дзюдо. Даже министр спорта у них – дзюдоист. Ставка делается на массовый охват детей и взрослых. Иву Васиену 69 лет. Он всю жизнь занимается дзюдо. Высоких достижений нет, но зато его отношения к жизни, благодаря спорту, весьма позитивные. У жены тоже очень рады, что ее можно охватить в хорошей форме. Юной француженке Ори 10. Она в спорте с 4 лет. Говорит, что захотела научиться постоять за себя, поскольку очень миниатюрная для своих лет. Ее новый друг из России Сева уверен, что дзюдоист никогда не обидит девочку. Три, четыре. Один! Это общепринятый победный клич дзюдоистов. В Подольске федерация дзюдо была создана год назад. Движение только начинает набирать обороты. В ближайших планах создать хорошую базу для занятий детей в секциях и расширять горизонты общения. Мы будем дружить с федерациями Подольск и Сан-Сиприян. У нас еще много будет встреч. Я думаю, турниров еще тоже будет миллион. Но главное – это же не спорт. Мы сегодня два-три часа проводим на татаме, дальше уходим в жизнь. Жизнь продолжается и за татами. Подмосковные ребята получили массу положительных эмоций от визита в Сан-Сиприян. Они провели там восемь дней. Французские дзюдоисты выкрали три дня для ответного визита в Подольск перед участием в международном турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге. Гостям понравился Подольск – город с богатым историческим наследием, а также атмосфера, в которой происходило общение. О-спорт «Ты – мир» – такой клич сегодня как никогда актуален. Хорошо бы его услышала вся Европа и другие заокеанские друзья России. Елена Филина и Андрей Тупиков. Новости Подмосковья из Подольска.